Это дневной формат. Мы говорим о том, что действительно важно. В студии Дмитрий Мачель. Здравствуйте. Минздрав Казахстана решил убрать из списка гарантированной помощи диабет, шизофрению, инфаркт, рассеянный склероз, всего 7 заболеваний. Теперь их лечение будет платным через систему ОСМС. Чиновники пытаются успокоить, мол, это просто для наведения порядка в системе. Такие больные в основном льготники, их и так страхует государство. Пациенты-то знают, что получить статус льготника, оформить инвалидность, например, бывает сложно и даже невыполнимо. Пациенты знают, каково это – дождаться и выбить себе даже бесплатные препараты. А вот еще одно, мягко говоря, спорное решение. Минздрав решил урезать список бесплатных лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. И причина, к сожалению, прозаична. Денег нет, но вы держитесь. Похоже, этим негласным девизом руководствуется Минздрав Казахстана, вычеркивая из списка бесплатных лекарств десятки жизненно важных препаратов. Главный аргумент – заболевания редкие, а значит и пациенты редкие. И траты на них можно сократить. Однако сами пациенты встретили эту новость волной негодования. И еще весной, когда Минздрав только задумывался об оптимизации, в адрес ведомства посыпались гневные комментарии. Кроме наименований лекарств, Минздрав собирается исключить из ГОБМП еще и ряд болезней. В связи с тем, что на местах это сложно администрировать врачу, финансирование сегодня между двумя пакетами также не позволяет выстроить эффективную прозрачную систему. Поэтому планируется поэтапный переток из пакета ГОБМП в пакет ОСМС некоторых заболеваний. Из 13 социально значимых заболеваний 7 мы переводим в ОСМС. В лечении детей бабочек, например, стоит бешеных денег – полмиллиона за курс. Где их взять родителям, бросившим работу ради ухода за больным ребенком? Конкретного ответа нет, как и в случае с миостенией. Пациенты годами выбивали бесплатные лекарства, а теперь их снова оставили один на один с болезнью. Хотя известно, без лечения миостения приводит к инвалидизации и даже смерти. Разве это стоит того, чтобы отчитаться об успешном сокращении бюджета? Несмотря на всю тяжесть этого диагноза, при своевременной диагностике и качественной терапии прогноз жизни пациентов с миостенией вполне оптимистичный. Разве реформы профильного министерства не должны вести к улучшению качества жизни всех пациентов, в том числе орфанных? Общественники уверены, дело не в дефиците средств, а в их неэффективном расходовании. Сегодня чиновники даже не могут ответить, сколько конкретно людей нуждается в том или ином препарате, ссылаясь на отсутствие эпидем данных, что также указывает на неэффективность системы. Насчет отсутствия финансирования тоже странный аргумент, так как если рационально и 100% прозрачно распределять бюджеты здравоохранения и исключить коррупционные факторы, уверена, денег хватит с избытком на все, что нужно гражданам. Ситуация до боли типичная. Экономика должна быть экономной и, разумеется, за счет населения. Общественники не хотят мириться с тем, что тысячи казахстанцев останутся заложниками бюджета и непродуманной системы гарантированной госпомощи. Жанат Турсынов от Амикен Бизнес. Какие последствия для пациентов и для системы здравоохранения могут иметь эти реформы, ну и что может сделать общество, чтобы защитить свое право на доступное лечение? Обсудим сегодня с нашими гостями тема эфира «Цена здоровья. Пациентов лишают бесплатной помощи». Ну и сразу вопрос вам, уважаемые друзья. А вот вы лично сталкиваетесь с трудностями при получении бесплатных лекарств, если о нем положено? Заходите на наш телеграм-канал, там уже запущен опрос. Пишите всю правду в комментариях, ничего кроме правды, как говорится. Будем зачитывать в эфире. Ну а я думаю, Минздрав или наши гости, эксперты, профессионалы смогут дать свой комментарий на все ваши соображения и на все ваши вопросы. Ну, я пока рад встретить с нами сегодня Гульдей Бегалиева. Это руководитель управления лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Казахстана. Айжан Садыкова подключится президент РОО «Национальная медицинская ассоциация врач». Жанат Нургалиев также с нами. Это экономист, руководитель некоммерческой организации «Интегрити Астана». Ну и Асим Абаева, врач общей практики, терапевт высшей категории. Здравствуйте, уважаемые гости. Очень рад, что сегодня вы с нами. Будем обсуждать эту злободневную, ощупительную тему. Первый вопрос, наверное, все-таки к Минздраву. Добрый день, Гульдей Терханна. Здравствуйте. Ну, мы список бесплатных лекарств уже прочитали, которые вы исключаете из, собственно, списка бесплатных. Но более 300 комментариев там было на проект вашего приказа. То есть люди были категорически против. Вы разве с населением не обсуждали, чем это может обернуться? Согласно правилам, приказ был размещен еще в апреле месяце текущего года. Был направлен в Министерство юстиции на согласование. Согласован был с местными исполнительными органами, МПП «Таникен» и профильными ассоциациями. Данные препараты были включены в октябре 2023 года. И в Министерстве здравоохранения было принято решение о переносе данных препаратов за счет средств местного бюджета. На данный момент эти препараты исключены и будут обеспечены с 1 января 2025 года за счет средств местного бюджета. А теперь самый главный вопрос вот в чем. Вы сначала в 2023-м их включаете, теперь наши зрители, пациенты, в принципе, те, кто на них рассчитывают, резонно сдаются вопросом. А в чем смысл-то? Это первое. Второе – местные бюджеты. Но мы же знаем, сколько каждому региону выделяется бюджетов, а там непропорционально все. И достанутся ли эти лекарства по назначению – тоже большой вопрос теперь. В Министерстве здравоохранения было поручено Управлению здравоохранения областей городов-республиканского значения столицы вынести на рассмотрение маслехата по дальнейшему амбулаторному лекарственному обеспечению пациентов с 1 января 2025 года. На 2024 год данные препараты закуплены и пациенты до конца года будут обеспечены в полном объеме. То есть вы можете гарантировать? Вместе с тем хотелось бы добавить, что препараты, которые были исключены, не являются базовой терапией. И на данный момент за счет средств республиканского обеспечить в дальнейшем не представляется возможным. Простыми словами, в бюджете денег нет. Препараты редкие. Пациенты с такими заболеваниями тоже редкими, можно сказать. Покажите, пожалуйста, название препаратов. Очень интересно будет посмотреть и нашим зрителям, и нашим сегодняшним гостям, почему мы акцентируем на это внимание. Ну, смотрите, вот исключают, например, НЛА-прилл. Это препарат для лечения гипертензии, сердечной недостаточности. Фенобарбитал исключают, который, собственно, помогает при эпилепсии, седативное воздействие. Есть циклоспорин при трансплантации, там, при разных аутоиммунных заболеваниях. Фуросемид элементарный, да, там, отеки, гипертензия, все это понятно. То есть, с одной стороны, мы говорим о редких болезнях, с другой, видим, что целый ряд этих препаратов, но он такой, не то чтобы широкого спектра, но достаточно популярный. Давайте спросим сейчас Асем Абаева, Асем Алюсизова. Вот вы специалист, который на практике, да, лечит, принимает. Ваш прогноз, как эта мера на здоровье отразится людей? Добрый день, уважаемые зрители, телезрители. Я бы хотела здесь немножко внести ясность. Вот данные препараты, которые вы озвучили, фуросемид, допустим, да, или циклоспорин. Эти препараты, все-таки, есть альтернатива этим препаратам, которые остаются же в этом же приказе. Допустим, фуросемид, если является мочегонным препаратом, то есть к нему замена идет таросемиды, торсиды. Там, по-моему, еще есть тригрим препараты. Эти препараты обычно назначались ранее при хронических сердечных недостаточностях. То есть есть препараты комбинированные, есть препараты улучшенные. По препарату Фенобарбитал, я бы хотела сказать, это ранее назначалось, по-моему, при заболеваниях эпилепсии. Ну, я могу ошибаться, конечно, зачастую. Сейчас препаратов новых много. Я думаю, в силу вот таких возможностей, скорее всего, сердце решило, что эти препараты уже не актуальны. Потом изменения же идут не касательно всех заболеваний. Там есть несколько заболеваний, как язвенная болезнь, по-моему, кассоизофагально-ритмиксная болезнь, пневмонии. И, по-моему, заболевания мочеполовой системы, которые планируют исключить. Там в перечне эти препараты, по-моему, антибиотики. По-моему, точно идут эти антибиотики. Ну, с этим я, наверное, соглашусь с тем, что их надо исключать. Потому что данные препараты, чтобы назначить данные препараты, нам нужно сперва выявить культуру. То есть будет ли он в данном случае эффективен. То есть здесь его, именно назначение этого препарата мы должны оправдать, что в действительности выселилась какая-то культура, поэтому мы назначаем там антибиотик такого действия именно вот при таком-то заболевании, допустим. По заболеваниям желудочно-кишечного тракта, именно вот язвенная болезнь, по-моему, да, там исключаются несколько некоторых препаратов. Я думаю, что данные заболевания, да, нуждаются люди в динамическом наблюдении. Но при соблюдении рекомендации по питанию, по ведению образа жизни, я думаю, в принципе, можно добиться длительной ремиссии и острой нужды. Вот прямо она не несет такой важную составляющую в этом лечении. То есть человек может приобрести данные препараты почти во всех аптеках есть. То есть это не труднодоступные препараты. Они всегда доступны. Но все равно платные, да? Платные, да. Хорошо, сейчас вернемся. Айжана Бегайдарна, добрый день. Да. Что вы скажете? Ваш прогноз. Как исключение этих препаратов, да, из списка может сказаться все-таки на доступе к медицинской помощи для пациентов? Я думаю, что исключение бесплатных препаратов вызовет новый вал жалоб от населения, которые прикреплены к первичной медико-санитарной помощи, к поликлиникам. На сегодня мы ожидаем, что появятся жалобы от пациентов, которые привыкли получать для своих пациентов, кто ухаживает за больными шизофренией, те или иные препараты, и вдруг их сейчас не окажется. Местные исполнительные органы готовы ли к закупу и знают ли они количество необходимого списка препаратов, которые снимают с бесплатного обеспечения и перекладывают на плечи местных исполнительных органов. Если это все согласовано, если они знают, это рецептурные препараты многие, например, феноборбитал, это снотворный препарат, противосудорожный, часто пользуемся мы, анестезиологи-реаниматологи. И вот вся проблема в том, что Министерство здравоохранения с практикующим звеном в очень слабом контакте, особенно с профессиональными медицинскими ассоциациями, прежде чем принимать те или иные решения, надо обязательно запрашивать мнение профессиональных ассоциаций. Именно с их согласия надо формировать списки, необходимые для включения бесплатного обеспечения. И не только по этим препаратам, как во многих других странах зарубежных, ассоциации решают. И они направляют каждые два года списки, необходимые для включения жизненно необходимых для бесплатного обеспечения за счет государства. Если у нас будет также поставлено, будут спрашивать мнение практиков, то, конечно, многие проблемы и предупреждения жалоб будут обеспечены, их не будет возникать. Кроме того, хотела бы сказать, что когда мы говорили о создании ОСМС, то говорилось, что сначала будет 1% отчисляться из заработной платы у пациентов и 2% от работодателя. В этом с 2025 года уже 3% у населения и 5% у работодателя будет отчисляться. То есть отчисление в фонд ОСМС растет. И когда создавали ОСМС, говорили, что благодаря ОСМС сниматься будет тяжесть оплаты за лекарственное обеспечение с плеч населения. А сейчас идет противоречие. Не снимается с плеч населения, а наоборот на плечи пациента возлагается закуп лекарственного оборудования. Это значит неправильное планирование идет. Когда принимается сначала решение одно, обещается населению и стране одно, а на деле делается другое. И весь этот негатив, все это потом сливается на плечи практикующего звена. Они ни в чем не виновны. Врачи, которые сидят на приеме, расхлебывают вот этот безграмотный подход к управлению здравоохранением в стране. Мальдия Трюхановна, я такую мысль услышал у вас, у коллеги врача, что большинство этих лекарств, а есть им аналоги, которые тоже бесплатные. Я правильно вашу мысль понял? То есть 100% те, которые убираем 31 и те, которые есть аналоги, их тоже 31, их тоже можно будет бесплатно получить. Правильно или нет? Все правильно, да. Условно, например, гидрохлортиосид мы исключили. Из диуретиков у нас в перечне алло есть таросимид, спиронолактон, фуросимид. Условно, на валсартан из блокаторов рецепторов ангитензина у нас в перечне алло конденсартан есть. Вместо НЛА-прила у нас есть аромифрил препарат. И хотела бы подчеркнуть, что пациенты с пирпесадкой обеспечиваться будут в дальнейшем в полном объеме. Препараты азотиоприм и циклоспорин только по миостынии были исключены. Ввиду того, что они не являются базовой терапией и обеспечиваются пациенту уже со второй и с третьей стадии. Я считаю, что орфанные и редкие заболевания, они должны быть обязательно на плечах государства. И препараты, предназначенные для лечения орфанных заболеваний, мы с большим трудом добивались, чтобы их включили в список гарантированного объема бесплатной помощи. И думаю, это надо оставить. Что пишут люди? Давайте. Конкретно мы обещали. Эутерокса, единственного препарата для щитовидной железы, уже нет полтора года. Аналоги не действуют, приходится покупать. У нас такое богатое государство, бесплатными лекарствами можно обеспечить народ. Так, что еще пишут? Обычно в конце года и начале года нет лекарств. Приходится покупать за свои деньги. Оно бы и ладно, но стоит оно дорого. Ну или вот комментарии. Бесплатно нельзя раздавать, чтобы хотя бы за символические цены, но это тоже мнение, да, чтобы мы не злоупотребляли вот этим вот состоянием вещей. Что вы говорите такое? Получаю всегда нужное количество. Не бывает или вообще нету по 3-5 раз посещать поликлинику. Приходится прежде, чем получить препарат. Это вы сами можете, кстати, прочитать. На наш телеграм-канал зайдите, это Макин Бизнес, и поймете, о чем речь. Но еще одна инициатива, это вот поднять планку обязательных отчислений в фонд медстрахования в СМС, да, до 50 минимальных зарплат. В переводе на тенге это сейчас 4 миллиона 25. Как вот это все отразится на наших с вами кошельках? Вот эта новая идея, но которая относительно новая, но теперь она уже приобретает очертания вполне реализуемой. Давайте посмотрим. В задумке Минздрава новые правила коснутся тех, кто зарабатывает больше установленного предела. Это примерно 9% работающих казахстанцев, порядка полумиллиона человек. Остальные могут выдохнуть, для них ничего не меняется. Как это будет работать? Если ваш годовой доход превышает 4,25 миллиона тенге, взносы будут взиматься только с этой суммы. Все, что сверху, уже не облагается. В 2025-м планка, как мы помним, будет ниже – 850 тысяч тенге. Это своего рода адаптационный период. Зачем это нужно? Минздрав собирается создать устойчивую систему здравоохранения, где денег хватает на всех. Президент поставил задачу перейти на преимущественно страховую модель финансирования. А это невозможно без увеличения взносов. Логика простая. Чем больше зарабатываешь, тем больше вносишь в общую копилку. Но чтобы богатые не платили слишком много, вводится лимит – 50 МЗП. Это должно обеспечить баланс и социальную справедливость. Удастся ли этим маневрам укрепить казахстанское здравоохранение и сделать его более доступным – пока вопрос открытый. Подскажите, Жанат, на экономическую ситуацию, на состояние бизнеса, все это как отразится? Ну, у нас, мы же понимаем, что у нас корпоративная солидарная ответственность, богатые платят за бедных и в целом такой механизм. Денег нет, но вы держитесь. Смотрите, какая ситуация сейчас возникает. В государственном бюджете дефицит, денег не хватает, в том числе на финансирование сферы здравоохранения. Поэтому сейчас идет перекладывание ответственности, вот сейчас мы Минздрав послушали, они говорят, на местный исполнительный орган. Местный исполнительный орган, в свою очередь, переложит ответственность на самих граждан. И то, что сейчас идет объединение пакетов, будет один гарантированный пакет, это не есть хорошо, я объясню почему. Потому что все вот эти две бюджетные программы, потоки хотят объединить в одну корзину, и там потом будет урезание по нозологии, да. Это вот то, что сейчас исключает из перечня лекарственных средств, это одно направление. Потом мы увидим, что исключать будут определенные перечни медицинских услуг. Ну, потому что тут даже вот в самом Минздрав, если вы спросили насчет того, как они взаимодействуют с пациентскими организациями, с экспертным сообществом, они не могут договориться с фондом социально-медицинского страхования между собой, о чем говорить тогда о каких-то внешних экспертах, да. Потому что фонд как бы говорит, что нужно финансирование, чтобы оно оставалось, как бы, нам нужно вообще, я сторонник того, что нужно финансирование со стороны госбюджета увеличить правоохранение. Не надо вот так перекладывать на нагрузку на граждан, на карманные расходы, на частные какие-то инвестиции. Мы должны понимать, что если мы гарантируем гражданам качественное здравоохранение, соответственно, финансирование должно быть. А только надеяться на взносы граждан, на частные инвестиции, это вопрос не решит. Поэтому я предлагаю Минздраву сесть за стол в переговорах с фондом. Я готов выступить в качестве модератора этих переговоров. И надо нам понять, вот, как бы, конкретно, что мы будем, как дальше развивать финансирование системы здравоохранения. Тарифы надо пересматривать, идти на Министерство финансов, чтобы тарифы со стороны государства были пересмотрены на медицинские услуги. Сейчас сфера здравоохранения недофенантирована. И вот те цифры, которые мы видим по итогам полугодия, там не исполняется принятое обязательство, то есть откладывают на второе полугодие. А когда это будет финансироваться, тоже под большим вопросом. Жанат Сергеевич, Жанат, скажите, ну вот это в целом, вот этот предлог о том, что, в принципе, сейчас денег нет у Минздрава. Поэтому там все урезается, сокращается, как-то переводится. Но вот нет денег, где сейчас Минфин возьмет эту нужную сумму, выделит на здоровье? Здравоохранение не дают. Деньги в бюджете есть, как бы, надо просто больше посмотреть. Если мы говорим про развитие человеческого капитала, про образование, про здравоохранение, нам нужно, в первую очередь, эти следы финансировать. А не какие-то там форумы, поездки заграничные, там, и так далее, там, различные мероприятия, ненужные, бесполезные, да, государства. Айжан Бегайдаровна, что можете сказать по этому поводу? Сейчас же поручение Минздрав объединить пакет. Соответственно, они сейчас будут вот это оптимизировать пакет гарантированный. То есть, то, что было за счет ГМПП, то, что за счет ОСМС, как бы, будет единый пакет. И какие-то виды на залоги будут, скорее всего, исключать из этого перечня, да, там. Вот это надо обсуждать, какие будут исключены и почему будут исключены, да, на основании чего. Вот это надо конкретно здесь, чтобы было экспертное обсуждение и были расчеты, соответствующие, обоснования. По-любому же, когда вот это бюджетные программы две объединят, они сейчас идут как внос, да, если бюджетные программы, сейчас внос, целевой внос идут. Соответственно, там у Минздрава будет соблазн и у Минпина оптимизировать бюджет, да, там, сократить немножко. Ну, я понимаю, Минздрав, он, как бы, беззащитен перед Минздравом, там, где-то, в какой-то степени защитить бюджет, там, тарифы, да, там, сложно им это сделать, да, там. Ну, давайте, как бы, совместно идти и защищать этот бюджет. Касательно лекарственных препаратов, которые у нас озвучены, именно закреплены приказом, да, которые обеспечивают за счет фонда гарантированный объем медицинской помощи, эти препараты, состоящие на диспансерном учете лиц, они получают, то есть, бесплатно. К ним всегда есть доступ. Мы сейчас говорим за ту часть, наверное, лекарственных препаратов, которые у нас финансируются за счет ОСМС. Ну, это вот ранее, о котором мы говорили, это вот лекарственные препараты по заболеваниям, допустим, язвенная болезнь, та же пневмония, либо другие заболевания, которые говорятся за счет ОСМС. Они, конечно, да, не могут получить, по какой причине? Потому что они не внесли свои социальные вот эти, то есть, взносы в систему страхования. Поэтому эти препараты, к сожалению, не может он получить, да, в данном случае. Но те, о которых мы говорим сейчас, допустим, артериальная гипертензия, да, либо ишемическая болезнь, либо сахарный диабет, да, сахарный диабет, вот как вы правильно упомянули, эти лица могут, они не все являются там пенсионерами, или они не все являются инвалидами, или они не все являются какими-то, ну, имеются льготниками. Есть и трудоспособного возраста, то есть, есть рабочий контингент, работающие лица, есть молодые люди, которые, в принципе, если состоят на диспансерном учете, они получают эти препараты бесплатно. Получают и продолжат, по вашему прогнозу, и продолжат получать даже после перевода из гарантированного в пакет ОСМС. Почему спрашивают? Потому что нам ведь как заявляли? Министр, по-моему, проронила, что это делается в том числе для увеличения, что ли, ну, популярности самой системы ОСМС. Это льготная категория, за которую государство уплачивает. И говорить о том, что вот они не уплатили взносы, и поэтому они как бы не имеют доступ к лекарствам, не совсем корректно. А те люди, которые претендуют на какие-то лекарства, но при этом они, чтобы дойти-то, чтобы врач выписал эти лекарства, он если не в системе ОСМС, его никто до этого не допустит. Поэтому они как бы платят. Ну, мы, как правило, видим, что в основном обращаются это льготная категория. Это пенсионеры, это вот социально уязвимые слои на земле, которые используются в бесплатных лекарственных средствах, у которых нет возможности купить эти лекарства в аптеке. Тот, у кого эта возможность есть, он, как правило, не обращается, либо он идет сам это покупать. То есть вот это надо понимать, это четко разграничивать. Добрый день. Очень неудобно стало получать рецепт. Нужно обязательно записаться на прием к врачу. Я работающий человек, а время приема приходится именно на рабочее время. Поэтому из-за невозможности попасть к врачу в этом году я покупаю лекарства за свой счет. Я полагаю, что этот комментарий от Натальи, который поступил к нам в Телеграм, его может на себя примерить очень и очень большое количество людей. Но это уже, я так полагаю, система в целом, в смысле проблема касается в целом, системы СМС. Какой вариант решения? Какой вы видите вариант решения, чтобы устранить в данном случае данный конкретный вопрос, конкретный пробел? Знаете, я как практикующий врач на приеме, я зачастую, конечно, такие лица не часто попадают на приемы в силу своей занятости. Да, у нас основные приемы заняты ежедневной, рутинной работой. Это вот наши пациенты с явлениями вирусной инфекции, либо это наши те же самые диспансерные болеющие люди, это вот с хронизацией, да, то есть это вот те люди, которые в действительности приходят, это наши бабушки, дедушки, мамочки с детьми, и основное время, они, ну, занимают основное время. То есть работающему контингенту, ну, они действительно, им сложно выбрать, то есть сложно попасть на этот прием. Я думаю, скорее всего, тут надо за лицами, которые состоят на диспансерном учете, ну, я не знаю, наверное, придумают отдельный кабинет и отдельный врача, которым они могли бы. То есть время врача же все равно ограничено вот в 4 или 5 часов времени, в котором вот участковый врач поликлиники принимает вот в это время. И всех принять одномоментно, ну, зачастую поликлиник из-за перегруженности, они все-таки досиживают это время. Положенных своих 15 минут он не принимает ни одного человека, а может уже троих принимает. И диспансерные у нас вот, они очень тесно связаны, вот медсестры часто вот в таких участках, они зачастую хорошо работают с теми диспансерными больными, имеют там контактный телефон, иногда переписываются, и медсестры заранее подготавливают их рецепты. И вот пришли, сейчас же можно и на 3 месяца выписать данные препараты, ну, допустим, по сахарному диабету или по гипертонии, и с одним рецептом он может получать там ежемесячно. И в следующий месяц, квартал, он может обновить свой рецепт и в следующие 3 месяца еще раз получать. Я просто думаю, скорее всего, население просто не знает об этих услугах. Спасибо. Айжан Бегайдаровна. Микрофон. Вопросы? Слышно меня? Да, да, да. Очень много вопросов связано с правильным управлением, организацией, менеджментом. В вечернее время организовать прием тех, кто на работе, если воспользоваться трудовым кодексом и в вечернее время доплачивать врачам за работу в вечернее время, согласно трудового кодекса, то можно сделать дежурный кабинет для населения, чтобы пациент мог подпасть к врачу в вечернее время. Зачастую заставляют просто бесплатно отрабатывать, дорабатывать, принимать. И врачи в ущерб своему финансовому карману работают. А если бы было предусмотрено, работа в поликлинике в вечернее время с доплатой за работу в вечернее время, не было бы вопросов. Это первое. Второе, по управленческим вопросам, это за 30 лет не создана ни одного колледжа фармацевтического, не созданы плантации для выращивания трав. Нет государственного подхода к формированию отечественной базы доступных лекарственных трав и препаратов из этих трав. Хотя климат, почва, экология позволяют. Китай вывозит из Казахстана большое количество наших трав, готовит лекарства для своих пациентов в Китае. А мы не пользуемся тем, что нам дала природа. Нет государственного подхода к формированию зеленой аптеки. Я думаю, что над этим тоже надо подумать и Минфину, и Министерству здравоохранения. С учетом биоразнообразия, надо давно было создать вот такие, не только частные аптеки лекарственных трав, но и сделать государственный подход к формированию специалистов по выращиванию трав и изготовлению препаратов из лекарственных трав. Интересное предложение. Надеюсь, Гульдей Трюхановна возьмет на заметку себе и ваше ведомство как-то изучит и рассмотрит этот вопрос, потому что я знаю, большая категория пациентов привыкла поправлять себя таким образом, нехитрым. Многие назвали это таким вторым налогом на роскошь, увеличение вот этих ставок, когда пациент будет платить больше в зависимости от своего дохода. Вы согласны с таким определением? Они как бы справедливо будут возмущаться, в том плане, что те люди, у которых высокий доход, они, как правило, идут в частные клиники за счет своих карманных расходов, либо они застрахованы по месту и так далее, страховая у них есть. То есть здесь как бы такой момент. Ну, понятное дело, что сейчас мы переходим к прогрессивной шкале, в том числе и по ИПМ, да, рассматриваться вопрос. Может быть, как бы здесь ничего страшного с этого не будет, да, там. Но я сторонник того, что это не решит проблему недофинансирования отрасли. Поэтому здесь нам необходимо вот эти вот... Потому что у нас основная проблема, это то, что у нас большая категория, один из миллионов, это льготные категории, за которые государство уплачивает взнос. Этот взнос, он на одного человека, он не растет, как бы. То есть, ну, условно говоря, если государство платит за одного человека 4 тысячи за услуги терапевта, да, там, 3-4 тысячи, он как бы идет, языкотно, индексируется только на уровень фиации. Поэтому здесь вот это надо смотреть, да, в том плане, что насколько это цены адекватные, да. И при этом я не сторонник того, чтобы вот эти вот бюджетные программы объединять в одну, да, там, в одну корзину, да. Потом мы не поймем, как бы это. Поэтому в плане администрирования, в плане бюджетного планирования здесь надо очень скрупулезно подходить. Спасибо. Ну, а вот объяснение, вернее, спасибо. Аргумент Минздрава о том, что все эти реформы, они взаимокомпенсируемые, что ли, да, что мы не утратим доступ к тем или иным препаратам, что есть аналоги, что бюджет это, значит, там заложено в местных, а не в республиканских. На ваш взгляд, они насколько вот такие убедительные? Таким регионам, которые говорят, вот у меня в законе прописано, что я должен строить школы, должен сказать качественное образование. Про больницы я не должен их строить. И, соответственно, у них такой же подход к лекарственному обеспечению, как бы. То есть, что, они все смотрят на Минздрав, на СХ-фармацию, как бы, что они должны, как бы, централизованно обеспечить. Ну, понятное дело, что и те регионы, у которых бюджетные возможности есть, как бы, Алмата, там, крупная Астана, там, они будут этот вопрос решать, да, там, ну, а те регионы, у которых не хватает денег, они что будут делать теперь, да? Мы, с одной стороны, Минздрав централизовал весь бюджет, на себя все забрал, как бы, через фонд, да? С другой стороны, мы сейчас перекладываем на МИО, вот эту вот ответственность, да, там. Тогда давайте переходить к конкурентному рынку, то есть, чтобы был не только фонд социальной медицинской обеспеченности, а были и другие страховые организации, чтобы операторы в системе, вот, менеджеры, чтобы они боролись до каждого пациента, реально была конкуренция, а не было, чтобы вот этой монополии, да, чтобы граждане сами выбирали, как бы. Да, ну и в целом, я так понимаю, мы упираемся в единую проблему, которая называется реформирование системы обязательного медицинского страхования, ну и, в принципе, здравоохранения, доступного здравоохранения, как для работающих, так и для тех, кто действительно в нем нуждается. Напоследок, прочитаю, что еще вы написали нам, но здесь вот зритель задается вопросом, почему она 5 тысяч каждый месяц платит, а за многие анализы вынуждены платить из своего кармана также. Вот, просит стоматологию перевести в этот объем обязательной, значит, помощи, потому что, ну, понятно, здесь ежемесячные платежи осуществлять, а потом еще в конце года платить 50 тысяч за лечение зуба или двух, ну, такое, да? Ну, пишет еще Мансур, я, плательщик СМС, оплачиваю ежемесячно, даже если нет дохода, то оплата обязательно, но ни разу мне не удалось получить медицинскую услугу бесплатно. Вам спасибо, уважаемые спекеры, за ваше мнение, спасибо, что пытались как-то нам объяснить все вот эти процессы, которые происходят сегодня в реформах отечественного здравоохранения, будем наблюдать за тем, во что это выльется. Я полагаю, что мы будем встречаться по этой теме еще долго, тщательно, кропотливо разбираясь в каждом нюансе с ответственными курирующими ту или иную отрасль специалистами. Дневной формат каждый день в 2 часа, оставайтесь с нами.